Еще один русский корабль пошел ко дну, но Шойгу все равно продолжает врать Путину и говорить о повреждении. Почему он это делает, если и так уже все очень очевидно? И зачем кремлевские СМИ кинулись быстро удалять видео прилета? Об этом не только мы сегодня поговорим с нашей гостьей, с Ольгой Романовой, главой фонда «Русь сидящая». Ольга, здравствуйте, рада вас приветствовать. Добрый день, очень рада. Действительно, русский военный корабль уже все, и в принципе есть и фото и видео, подтверждающие, что он сгорел и утонул, и там ничего от него не осталось, и не подлежит он ремонту. Но все же Песков сказал, что Шойгу доложил об этом Путину, но скорее всего он Путину просто сказал, что он поврежден. Но тем временем пропагандист Соловьев уже тоже отреагировал на уничтожение корабля, и он винит во всем этом не Путина через то, что он начал эту войну, а вот именно звезд голой вечеринки. Давайте послушаем. Доброе утро. Я вот сказал доброе утро, а сам думай, насколько оно доброе. Ну, смотрите. Да, нанесен удар по Феодосии, вражеская атака, территория порта отцеплена. Ребята с утра об этом рассказывали, говорили много, цитировали руководителя Крыма, господина Аксенова. Ожидаемо, да, ожидаемо. Давно не били, явно что есть. Что эта атака вскрыла? Атака эта вскрыла, кроме всего прочего, наличие ждунов у нас в тылу и неумение с ними работать. Эта атака вскрыла наличие абсолютного врага, которым является Собчак, и нежелание заниматься ее каналом. Понимаете, это вещи абсолютно связаны. Смотрите, происходит голая вечеринка. Она вообще о чем? Никто из этих людей, которые что-то несли, ни слова не сказали про войну, про СВО, про фронт. Ивлеева не пожертвовала денег фронту, благотворительность. То есть эти мерзости, эти ***, они продолжают упорствовать в своем праве, они это называют творчеством. Ну вот, говорит Соловьев, что если бы Собчак или там Ивлеева или кто-то еще пожертвовал деньги на так называемую СВО, то, наверное, это бы как-то уберегло этот корабль от того, что ВСУ его уничтожили. Но я скажу, что нет, мы действительно бьем по военным целям, это всем видно. Но вот как вы прокомментируете то, что он это связывает, ну и вообще эту ситуацию, прекрасный прилет? Ну, вы знаете, есть такие маленькие события, маленькие события, они в этот раз все построены вокруг Собчака и пропагандистов. А есть большие события, большие события как раз они вокруг корабля. Но так уж получилось, что они оказались все объединены. Давайте начнем с маленьких событий. Действительно, это вот голая вечеринка, казалось бы, сейчас уже не намек уже на штрафы, а к блогерше Ивлеевой уже пришли налоговики. Там уже, судя по всему, идет речь о миллиардных исках. Не захотела сама, не захотели сами, будем отнимать насильно. А Собчак перепала и в связи с голой вечеринкой, и в связи как раз с военным кораблем. Потому что именно она на своем популярном канале, да, действительно, опубликовала десятки видео, собственно, взрыва непосредственного корабля, непосредственной атаки и реакции жителей. Такая, в общем, реакция-то не народовоющая держава, прямо скажем. И огребла от военкоров, от официальных пропагандистов, огребла просто кучу всего, что нельзя это опубликовать, там, бу-бу-бу, опять это Собчак. То есть получается, что, кажется, случилось именно то, что и случается в тоталитарном государстве, что сначала пришли за геями, да, я не кричал, я же не гей, потом пришли за евреями, я не кричал, я же не еврей. И теперь пришли за всеми, за Собчак, за Ивлевой, за Ивлеевой, за Киркоровым, за Димой Биланом, пришли сразу за всеми. И почему-то, почему-то вот эта вот элитка страшно удивилась. Она страшно удивилась, почему же за ними пришли, никто не заступается, а наоборот на них кидается, собственно, официоз. Кто на них кидается? Та же элита. Это же люди за одной тусовки, это люди с одной и той же Рублевской дачи, с одной и той же автомастерской, с одного и там же ресторана, с той же террасы, с одного корпоратива. Это всё они, это элита. И сейчас, когда на это на всё смотрят и травят друг на друга представители уже элиты, которые рядом с Путиным раздувают чокеры, Ротенберги, Ковальчики, но ведь это же так близко. Те же самые Ковальчики, это, в общем-то, тоже и информация пропаганды, шоу-биз. Это они же, это всё очень и очень близко. То есть уже не осталось незатронутых слоёв. А может быть, может быть, как нам говорят, что их всех чиморят, потому что заботятся о глубинном народе? Нет. Потому что за глубинный народ у нас отвечали жены мобилизованных и, собственно, девочка-журналистка из Ржева, Екатерина Дунцова. Нет, глубинный народ тоже, в общем, пошёл под игнор. Так кто для кого, что сейчас надо брать на вооружение? Как теперь выжить в России? Я не знаю, мой ответ – никак. Мой ответ – никак. Так, неужели не придут за Соловьёвым? Придут, конечно. Конечно, придут. Неужели не придут за Киселёвым или за Ротенбергом, за Ковальчиковым? Да придут. Неужели за Патрушевым не придут? Придут. Просто кто первый, кто второй, кто третий. Никто же не думал про Собчак, что за ней придут. Крестница Путина, спарик-партнёр такой неравный в прошлых президентских выборах. Разве за ней могут прийти? Ничего, пришли. Вот это сейчас. Пришли. Такой испуганной Собчак не была никогда. Извиняется на второй раз без макияжа, без всего. Первый раз в машине с макияжем и через губу, а второй раз совсем по-другому. Совсем. Совсем по-другому извиняется и Киркоров, и тоже не один раз. Все как миленькие. И вот эта вот Кадыровщина, которая оказалась ещё пять лет назад такой смешной в горной далёкой республике, одни чеченцы заставляют извиняться других чеченцев на камеру, ну дичь какая-то. А сейчас это абсолютно по всей России, и это нормально. И ведь извиняющиеся, очевидно, у них в голове, дай ты Бог, если простят, на колени встанем. А если не простят? Киркорова уже повырезали из всех афиш, из голубых огоньков, откуда-то ещё. Это серьёзное наказание. Это очень серьёзное наказание. И что будет дальше, простят ли их, неизвестно. Потому что, да, народ нашёл, народ нашёл виноватого до взрыва корабля. Они же фактически обвинены в чём? В взрыве корабля. То есть если бы не они, если бы не голая вечеринка, если бы Собчак не публиковал в своём канале, что хотела. Ведь если бы они не оправдывали, если бы они думали, а если бы они пошли бы все на войну, а здесь сидели бы в окопах в своих гипервостанишках, вот ничего ж такого бы не было. Вот, понимаете, выстраивается вот такая линия. Кто взорвал корабль? Вот они взорвали корабль. Враги. Ведь Соловьёв вообще не упоминает Украину в этом контексте. Вообще никак. Взорвался корабль, голая вечеринка. Вот в чём связь. Вот, кстати, по поводу корабля, потому что о голой вечеринке, о элите тоже с вами хочу поговорить, но немножко позже. По поводу этих утрат и о том, что некоторые телеграм-каналы пишут, что на борту российского корабля «Новочеркасск» могли быть 77 моряков, из них 19 ранены, 33 пропали без вести. Но сейчас на РФ делают зачистку, удаляют все видео. Ну, там появлялось видео из программы «Вести», где пропагандистка показывает часть этого корабля, которая отлетела куда-то в город. И вот его уже удалили. Вот как вы думаете, такие утраты и вот такой именно удар по кораблю, это уже не первый раз, они могут как-то повлиять на предвыборную кампанию Путина? И вот зачем они удаляют все эти видео? Чтобы что? Конечно, это повлияет на предвыборную кампанию, я бы сказала, на настроение, на настроение Путина, на настроение избирателей. Конечно, Путин выиграет выборы и не выиграет, и не выборы, потому что это не выборы, конечно, никакой победы нет. Это просто передазначение, так сказать, царя на новый срок. Царю нужна легитимность. Но настроение испортить может, естественно. Хотя бы потому, что есть какая-то внутренняя контра, а хочется любви. Никто его не понимает, даже крестница не понимает. Какой-то личный состав гибнет, и не надо об этом говорить в конце концов. Ну что народу настроение портит перед Новым годом? И, ну, вы знаете, мы же с вами все чаще говорим о том, что он не успокоился и пойдет на Киев. Мы с вами об этом говорим все чаще и чаще, все чаще и чаще об этом говорят и на Западе эксперты, в том числе военные эксперты, в том числе политики. В общем-то, а как пойти на Киев? Как пойти на Харьков? Если у тебя внутри пятая колонна во главе с собственной крестницей, если взрываются, ну, то есть не сами взрываются, судя по всему, просто слово «Украина» не произнесено, корабли там 77 моряков, вот как идти на Киев, что говорить народу, что говорить армии, а если не получится? А если еще раз не получится? То все припомнят, все припомнят. Поэтому, конечно, настроение резко портится, а диктатору портит настроение, никто не возьмется. Вот по поводу пятой колонны во главе с Собчак. Действительно, сейчас извиняются все, кроме высших руководителей страны, и все эти звезды, так называемые, и чиновники, и даже пропагандисты. Но, вот, Ольга, как вы думаете, может ли это быть все наиграно и быть показухой? То есть специально сделано для того, чтобы показать, вот видите, они тоже там несут какое-то покорание. Но все же мы видим, что они такие же пропагандисты, как и тот самый Соловьев. Они пишут у себя в соцсетях посты с поддержкой так называемой СВО. Поэтому как-то оно не сочетается. Знаете, любопытно, вот то, что вы заметили про извинения, конечно, мы тут все заметили про извинения, но я думаю, это все перекликается. Извиняются абсолютно все. Перед кем? Перед народом? Чего-то я такого не поняла. Все извиняются перед Путиным. Вообще, вот главный адресат покаяния Путина. Пригожин извинялся перед Путиным. А у Путина совсем недавно была такая ремарочка. Он с кем-то беседовал. Я сегодня видела фрагмент его интервью. И он рассказывал, как его мама наказала и поставила в угол. И требовала, чтобы он извинился. Только после извинения он выйдет из угла. И сколько он всего придумал. Он рассказывал, это вот сейчас Путин рассказывал. Как он довел мать до слез. И как она плакала и просила его выйти из угла. Но он все равно не извинился. Такая была длинная, длинная, запутанная история про то, как он не извинился перед матерью. Только Путин не извиняется. И Путин не извиняется. А у нас есть слово «пацана, кровь на асфальте». Пацаны не извиняются. Все остальные извиняются. Я не думаю, что здесь есть какая-то пропаганда. Я думаю, тут скорее совпадение. Но это такое общее совпадение. Все же посмотрели. Все же посмотрели. И все понимают, что пацаны не извиняются. А все остальные чушпаны сидят и извиняются. Вот такая страна чушпанов. Я просто сомневаюсь в том, что их бы реально так наказывали. То есть вырезают из всех огоньков. Пришли с обысками. Не боится ли власть, что такие действия могут вызвать обратную реакцию? Когда эти звезды, которые все-таки помогают Путину, они будут теперь недовольны властью? Нет, они никуда не денутся, конечно. Ну, никуда не денутся. Ну, сами подумайте. Ну, кому нужен Киркоров? Ну, вот, допустим, Киркоров эмигрирует в Болгарию. Ксения Собчак бежит в Америку. Ну, хорошо. Ну, пара зажигательных интервью, наверное, как-то даст. Понятно, что совершенно не будет никаких доходов, которым дает Россия, которым дает Путин. Но, собственно, они и наказаны доходами. Ведь что такое вырезание из новогодних огоньков, что такое вырезание из афиш, это как раз лишение денег. И Ивлеева просто напрямую пытаются лишить денег. Ну, вот смотрите, на пятой точке у Ивлеевой висел изумруд стоимостью 250 тысяч долларов. Ну, в принципе, вот имеет один этот изумруд больше ничего. Забирает этот изумруд и вали. Слушайте, за 250 тысяч долларов можно устроиться, ну, в любой стране. Если, конечно, не покупать вилла, не покупать ламборгини и так далее, и так далее. Проблема в том, что им нужно покупать виллы и ламборгини. Вот в этом проблема. И поэтому никаких изумрудов не хватит. Поэтому им нужны изумруды, ламборгини и виллы. А просто так свалить с этим изумрудом, ну, и жить как все? Нет. Нет. Они именно бьются за свой образ жизни, и Путин как раз и собирается у них отнять, и пугает их лишением. Ведь не свободы, ведь не лишением свободы, не лишением гражданства, а пугает их лишением бриллианта. Лишением бриллианта на заднице. Понимаете, бриллиант на заднице, ну, вот вещь, которая важнее для них. Важнее свободы, важнее совести, важнее чужих жизней, то есть важнее войны и мира, важнее жизни и смерти. Ну, важнее бриллиант на заднице. Ну, соответственно, он прекрасно знает, как управлять такими людьми. пугать лишением бриллианта на заднице. Это просто какой-то осюр. Страна кривых зеркал. Действительно, то, что для них совсем важно что-то другое. Но, кстати, на саму Явлееву подан еще коллективный иск на миллиард рублей за эту вечеринку. И говорят, что эти деньги якобы должны пойти в созданный Путиным госфонд «Защитники Отечества». Все же и Соловьев говорит об этом, что нужно помогать и свой. И тут хотят... Ну, я думаю, да. Я думаю, сейчас будет массово все откупаться. Я думаю, не только Явлеева будет, не только она и понесет добровольно. И Киркоров понесет, и Собчак понесет, и Милявская понесет. Сейчас все понесут. Безусловно, все будут откупаться. Таковы правила игры. То есть они, конечно, устроив, явившись на эту вечеринку, они попали под очень серьезные штрафные санкции. Официальные, неофициальные. И просто подтвердили, что известное высказывание «Люди, вторая нефть» к ним тоже относятся. Они просто забыли. Они забыли, что они такие же холопы, как и все остальные. Точно такие же. Им об этом напомнили. Сейчас на Ростове демонстрируют так называемых этих защитников Отечества. Новых, извините, ***, потому что показывают тех, кто якобы захватил Марьинку. И вот одному из них Путин даже позвонил лично в окоп. Давайте послушаем. Ну и прямо сейчас у нас по-настоящему уникальная возможность. Я говорю и до конца не верю, что разговор состоится. На прямой связи герой боев за Марьинку Александр Трошин. Смотрите, совсем молодой и такой симпатичный командир танкового батальона 150-й мотострелковой дивизии лично уничтожил. Говорю и тоже не верю. Неужели такое бывает? Пять танков, более 20 бронемашин. Три раза горел в танке, получил семь контузий, одно осколочное ранение. На момент взятия Марьинки служил в звании старшего лейтенанта за мужество, за героизм, указом президента. Лично Путин решение принял. Сегодня ему присвоено внеочередное звание майора. Александр Константинович, многоуважаемый. Во-первых, огромное вам спасибо от всей нашей большой страны. Низкий вам поклон за то, что наши герои вот такие, как вы. Действительно, большое спасибо. Вся страна преклоняется. Я правильно понимаю, вы выходите из боя, и Путин звонит. Как это было? Вы алло, а он что? Расскажите, пожалуйста. Универсальный солдат, семь контузий. Я боюсь представить, что там с мозгами у него случилось. Но если он там пять или десять раз сгорел, то на нём всё заживает, как на собаке. Ну, выглядит прекрасно. Знаете, у нас в Руси сидящий есть сотрудник, которого я зову Петруха Семьходок, Три Побега. Ну, это другое. Это другое. Семьходок, Три Побега – это другое. Ну, этого примерно вот… Да. Ну, на самом деле, меня совершенно поразил сталинский френч. Сталинский френч Ольги Скобеевой. То есть, ну, они уже начали шить на заказ у портних сталинские френчи. Да. Ну, обалдеть. Просто, ну, вот… А тут голые вещеринки. Ну, конечно, о чём мы говорим. Боже мой. Тут всё вот так серьёзно. И, конечно, эта история… Я выхожу, я за коп, а мне Путин звонит. Ну, я не знаю, но на для кого она рассчитана. На кого она рассчитана. Я не понимаю. При всём при том, что… Ну, мы же все уже нам же рассказали. Помните, год назад в Макеевке, в Макеевке, как раз под Новый год, да, уложили просто целое большое подразделение оккупантов, у которых были с собой мобильный телефон. Они начали звонить родным. Их, конечно, запеленговали. И, естественно, была-была атака. Ну, какой мобильный телефон в бою? Ну, кому вы-то рассказываете? Всё ведь уже мы знаем, что мобильный надо оставлять. Ну, и чтобы Путин звонил солдату, ну… Ага, по фейстайму, да-да-да, по ватсапу звонил. Ну, нет, конечно. Это какая-то такая история, и парень сидит такой… Ну, у меня есть ощущение, что такое с театральным образованием. Но в любом случае, пока молчит, не скажешь. Так, в общем, молчит и молчит. Её всё Скобеева скажут. Сиди себе и кивай. Ну, самое циничное, да, в этом всём, это то, что они радуются, что освободили Марьинку. Я не знаю, что там можно было освободить. Руины. Ну, просто жизни никакой. Это как раз после прихода этих так называемых освободителей. Но они там все действительно радуются, будто это миллионный город. Ну, знаете, я бы, конечно, посмотрела на карте. Мы, наверное, уже все знаем отлично, где находится Марьинка. Но это также… Это, в общем, очень близко к Донецку. И это фактически пригород Донецка. В СУ были очень близко. И я не думаю, на самом деле… Я не знаю, я не война специалист. Это выглядит, конечно, чудовищно. И это вот такое вот… Знаете, хочется Марьинку, на самом деле, оставить законсервированный как памятник этой войне. Вот как мемориал. К сожалению, таких городов у нас достаточно уже. Да. Да. И, знаете, в Берлине есть довольно много стен, которых не трогали. У меня даже в моем районе, в Кройсберге, есть очень красивый дом с мраморным входом и так далее. Дом нормальный, его давно-давно починили. А вот вход парадный оставили, он весь испещрён пулями, потому что мы должны помнить каждый день про то, что было. И, хотел сказать, попытаться не допустить, но вот. Но помнить должны. Чудовищные кадры, чудовищные. И, да, взяли Марьинку. Окей, вот, вот, вот ваша победа. Вот она. Просто они же там всем рассказывают, что они сражаются за освобождение русских людей. Где в этом городе живут люди? Ну, вообще просто. Да. Освободили. Да, вот это вот типичная картина освобождения. Два ведра моркови и пакет лука вместо трёх миллионов рублей и замены сустава. Вот так власти Волгоградской области компенсировали ранение мобилизованного. И этот россиянин, он был тяжело ранен в бою, именно когда было контрнаступление в ВСУ подработено. И с тех пор он безуспешно пытается сделать операцию на ноге, но ему не дали денег. Но, как говорит его жена, что власти в декабре выдали щедрый новогодний подарок. Это два ведра моркови и пакет лука. Лучше бы, наверное, яйца дали, ну, мне так кажется. Но вот это что, на России всё так плохо с финансами? Или есть отдельные категории россиян, этих оккупантов, которым выплачивают деньги, а которым нет? Ну, знаете, да, есть категории, которые выплачивают, которые не выплачивают. Я посмотрела разъяснения военных юристов, которые спорят между собой ещё, там всё очень не точно. Но там так, если ты доброволец, который записался в частную военную кампанию, то тебе вообще ничего не положено. Потому что частных военных кампаний в России не существует по закону. Всё. Если ты завербовался в Министерство обороны и с тобой подписан контракт, то тоже не факт, что Миноборона тебя признает. То есть всё это зависит от очень-очень многих причин. И, вы знаете, по идее я должна была бы… Я всё ловлю себя на мысли, но неужели у меня закончилось всё? Должна как бы дрогнуть, наверное, пожалеть этого парня. Вообще не жалеется. Знаете, мне кажется, это хорошо. Два ведра моркови и мешок лука. Он должен был знать, куда шёл. И он должен знать, за кого он воевал. И он должен знать, как его ценят и любит Родина. Он должен это знать. Очень хорошо, что ему Родина не обманула вообще ни разу ожиданий. И дала то, чего заслуживают все оккупанты. Все, кто с оружием в руках попёрся к соседям на чужую землю. Конечно, оно заслуживает на самом-то деле полутора метров под землёй. Но уж если повезло, то два ведра моркови. Ну вот готовит власть, наверное, не только этих оккупантов к Новому году, выдавая такие подарки. Тут и Медведев готовится к новогодним праздникам. Хотя мне иногда кажется, что они у него вообще никогда не прекращались. И вот он насколько упился, что предложил наказывать украинцев за салат оливье. Говорит, что нужно дополнить Уголовный кодекс Украины статьёй следующего содержания. Наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет, либо штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления за приготовление или подготовку к приготовлению салата оливье или салата сельд под шубой. Ну и также говорит, что приготовление таких салатов в государственные праздники Украины, либо совмещенные с употреблением крымских или кавказских игристых вин или русской водки, наказывается пожизненным лишением свободы. Но я не знаю, как это вообще можно комментировать, что он принимает, когда это пишет. Но если он вспомнил о селёдке под шубой, то, я так понимаю, шубу на России, если подарят кому-то там за умершего оккупанта, то вот с селёдкой там, наверное, всё очень плохо, дорогая. Ну да, и я всё-таки хотела бы вспомнить, да, это, конечно, замечательно, о оливье и селёдке под шубой. Знаете, была очень огорошена ответом Путина на его длинной пресс-конференции, как раз на вопрос про селёдку под шубой и о оливье. Там был вопрос, что вы больше любите или что у вас будет на новогоднем столе. Как раз была о оливье и селёдка под шубой. И Путин сказал, смотря что закусывать. И вот тут я впала в глубочайшее раздумие, с которой до сих пор не вышло, потому что я не очень хорошо понимаю, что ещё можно закусывать оливье и селёдкой, кроме как водку, ну или горилку, или первак, или так далее, так далее, так далее. То есть, ну, водкообразное что-то. И если Путин делает какую-то разницу, например, вот селёдкой под шубой привык закусывать шампанское, то я готова поспорить, кто тот вообще представитель какого национального скрепного течения. Извините, если, Владимир Владимирович, вы запиваете шампанским сельд под шубой, идите нафиг, национальный лидер. Такие вот национальные лидеры. Ну, знаете, сельд под шубой, салат оливье, много у нас есть общего, я бы сказала, не вот у нас, а у нас, вот у людей, которые пережили вместе, например, гражданскую войну, в начало XX века. Селёдка под шубой – это произведение гражданской войны. Она родилась в 1919 году. И, кстати говоря, шуба – это аббревиатура. Шуба – аббревиатура. Я обязательно вспомню. Или посмотрите в Википедии, посмотрите, пожалуйста. Там совершенно точно есть какая-то аббревиатура. Она такая очень-очень времён гражданской войны. Поэтому гражданская война, простите, у нас одна на всех. А вот по поводу того, что Медведев предлагает, не знаю, сажать украинцев в тюрьму за оливье, так тут я бы хотела ему напомнить, что оливье – это же французский салат. Может, тогда, наоборот, сажать всех россиян? Да, повар оливье. Ну и, конечно, то, что Россия любит называть коньяком и шампанским, всё, что не является коньяком и шампанским, и уж, по крайней мере, крымские виды, да, тоже советское шампанское, знаете, тоже далековато от всего, от этого. Но у Медведева, да, что с него брать-то? Брать с него совершенно нечего. Но и оливье – это другое, да, это всё-таки куропатка, раковые шейки, каперсы. А, в общем, совсем не то, что мы так называем. Недаром же в своё время он был переименован салат «Столичный». Вот пусть и мы останемся. Детям нужны отцы, а не леденцы. Вот жёны мобилизованных возмущены тем, что власти компенсируют отказ вернуть их мужей именно конфетами и билетами на ёлки. Некоторые эксперты говорят, что эти жёны якобы на самом деле понимают, что им война эта не нужна, и они бы вроде как и не против сказать об этом, но они боятся, потому что сразу всех закроют. Вот как вы думаете, они действительно понимают о том, что войну надо заканчивать? Ну, знаете, в любом случае они как-то понимают, конечно, что происходит, что их задаривают и деньгами, и подарками, а их задаривают и деньгами, и подарками, и деньгами. Это тоже очень и очень серьёзно. Но на самом деле хоть одна из них сказала бы, что заберите ваши кровавые деньги. Нет, не сказала ни одна из них. Да, а муж по-прежнему где? А, он на фронте по-прежнему, а что он там делает? Ну вот именно, продолжает. Сколько они уже публично выходят и требуют мужей назад? С 7 ноября. С 7 ноября они вышли вместе с коммунистами первый раз на площадь перед Большим театром в Москве. В общем, за полтора месяца мы могли бы, например, повернуть оружие. Или, например, сдаться в плен. Жёны, хорошие жёны, нам же показывали уже эти примеры, как хорошие жёны, нормальные девушки приезжают в Украину, да, объясняя, что мы едем к нашим пленам. Да, понимаем, что мы не вернёмся. Но мы хотим быть рядом со своими, да, в плену. Ну, сделать что-нибудь. В общем, женщины сядут на деньгах и просто хотят своих мужей назад. Уже они уже больше не говорят, что не хотят махнуть на соседа. Да, не хотят, но что-то как-то и голос слышен всё тише и тише. Я так понимаю, что леденцы, конечно, это дёшево. Ну, а шоколадные трюфели уже можно рассмотреть. Ольга, сегодня утром я так по телевизору усмотрела сюжет наших коллег с Перетка, и они там рассказывали о том, что наши военные взяли в плен на угледарском направлении кроме россиян ещё и украинцев с Крыма и с Запорожья. И говорили, что это бывшие заключённые, которым пообещали амнистию, а по сути сделали смертниками. А вот действительно ли, что и на оккупированных территориях там сейчас всех заключённых вербуют на войну? Вы знаете, с оккупированных территорий перед деоккупацией заключённых перевели на юг России. И оттуда выходят постепенно люди, мы их переправляем в Украину. Ну, там нормальные парни. Там есть, конечно, и были штрейхбрехеры, там были провокаторы, были люди, которые, собственно, писали заявление, ой, боимся, боимся деоккупации, заберите нас скорее в России. Были. Но их немного на самом-то деле. Но, знаете, вот сегодня я разбиралась с одним случаем. Вот зона номер пять в Нижнем Тагиле, Свердловской области, Урал. Туда не так давно привезли пятерых украинцев. Ну, конечно, мы сразу стали узнавать, что и как, пятеро украинцев, естественно. Выяснилось, что нет, с Украиной не связано, с войной не связано. Мелкие наркодилеры посадили ещё в 17-м году, но дали большие сроки. Крупные были поставки наркотиков, то есть они к борьбе с украинской никакого отношения не имеют, просто украинские граждане. И вдруг им начали сейчас предъявлять статью 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это пособничество терроризму. Якобы они где-то что-то не то написали, не то сказали. И ничего себе, то есть к срокам там по 10-12-14 лет будут добавляться ещё более существенные сроки. Им тут же предложили, естественно, тут же предложили вербоваться на войну. Они украинцы, с украинскими паспортами. Я точно знаю, что один из них сегодня согласился. Это просто ужас. А есть какие-то, не знаю, механизмы, как к этому противодействовать, если он, по сути, не совершил этого преступления? Практически нет. Но дело в том, что, конечно, для этого нужно личное мужество. В конце концов, мы с вами видим, какие сроки дают сейчас украинцам и гражданским, и военным в российских судах. То есть 18 лет как нечего делать. И 20, и 25, и пожизненное. Третьего дня вот дали в Донецком суде двоим, украинцам дали два пожизненных. Но мы же с вами понимаем, что на самом-то деле этих сроков не будет. Но неважно, 18 лет или 25, или пожизненное, неважно. Совершенно понятно, что за эти годы всё произойдёт, и люди не будут снять этот срок. Их будут менять, или Путин ***, или что-то ещё. Поэтому сроки у всех, на самом деле, одинаковые. Абсолютно одинаковые. И эти парни тоже. Слушайте, если вы не хотите воевать, если вы не хотите предавать свою родину, ну, пришлют вам 205-ю. Ну, к вашей десятке или 12 добавится ещё 10 лет. Ну, неважно. Ну, неважно, потому что у вас эта статья, которая уже подразумевает, что вы, на самом-то деле, из простого *** переходите в разряд, извините, сопротивленцев. То есть я бы этим шансом просто воспользовалась. Был ***, а стал партизан, которому вот припаивают, да, вот припаивают именно это, именно пособничать партизанам. Слава тебе, Господи, спасибо. Либо, да, я пособничал партизанам, срочно запишите. Я просто надеюсь, что те, кто соглашается идти на войну, что они, возможно, ну, не знаю, там, в плен потом сдадутся Украине. Будем надеяться. Но дело в том, что их сослуживцы, и по окопу соседей и офицера тоже будут это знать. Ну да. Ольга, огромное спасибо вам за разговор, за то, что вы, как всегда, нашли для нас время. Желаю вам хорошего и приятного дня. И напомню, что Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая», была с нами на связи. Вы, друзья, не забывайте поставить свои лайки, напишите комментарии, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всем спасибо за внимание. Желаю хороших новостей. Берегите себя. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok